Девушки отдыхают Видеокамеры в деле В Алматы поймали дебошира, угрожавшего ножом водителю автобуса Приезжий наркокурьер промышлял в Усть-Каменогорске Проживая на съемной квартире, молодой человек распространял синтетику через мессенджер В ходе обыска у него изъяли таблетки экстази, около 30 грамм соли и почти 40 грамм мифедрона В качестве доказательств к материалам дела оперативники приобщили смартфон подозреваемого с фотографиями тайников с синтетикой По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки, либо реализации наркотических и психотропных веществ Их аналогов в особо крупном размере проводятся досудебные расследования Подозреваемый во дворен в изоляторе временного содержания Ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет В области Абай полицейские задержали мужчину за хранение запрещенных веществ Оперативная информация поступила к полицейским города Айагос и при обходе участка они ее проверили Все подтвердилось, в кармане брю гражданина нашли вещество зеленого цвета Экспертиза установила, что это марихуана По словам мужчины, он хранил сверток для себя Возбуждено уголовное дело Наркохудожников задержали в Алматы Злоумышленники наносили рекламу наркоресурсов на фасады зданий В первом случае задержан 35-летний местный житель В ходе обыска у него обнаружены и изъяты 72 листовки с QR-кодами С предложениями о работе Брошюры он расклеивал в жилом массиве Установлено, что злоумышленник ранее был судим за аналогичное преступление По фактам пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств В районных управлениях полиции возбуждены уголовные дела Оба подозреваемых арестованы По данным Управления по противодействию наркопреступности С начала года в Алматы задержаны свыше 30 человек, пропагандирующих наркотики Пятеро из них уже осуждены Обнаружены и уничтожены путем закрашивания порядка 10 тысяч граффити-рисунков Содержащих информацию о распространении наркотических средств На этих кадрах запечатлено, как мужчина в Астане забирает из банкомата чужие деньги В полицию обратился житель столицы, который внес на свой счет миллион тенге Однако из-за технического сбоя средства остались в лотке А сам клиент, не заметив этого, ушел Этим моментом воспользовался прохожий Он не сообщил о находке, а просто забрал деньги себе Полицейские установили личность присвоившего наличные Выяснилось, что похищенные деньги он потратил на личные нужды Мужчина признал свою вину, поэтому делу возбуждено уголовное производство В Павлодарской области задержали сразу две группы браконьеров В первом случае под подозрение полицейских попал автомобиль Ауди Внутри которого нашлись надувная лодка и свежевыловленная щука Во втором внимание стражей порядка привлекла Нива В авто нашли лодку, фароискатель, рыбу и запрещенные снасти, сети и острогу В итоге полицейские изъяли у браконьеров 33 килограмма щуки И теперь улов отправлен на экспертизу За грубое нарушение правил рыболовства и ловлю запрещенным орудием Мужчины привлечены к административной ответственности Материалы направлены в суд для принятия решения Транспортные средства помещены на специализированную стоянку В Туркестанской области вышли на след иностранцев Которые 15 лет находились в международном розыске Граждане соседнего государства в 2009 году совершили на родине тяжкие преступления В настоящее время их водворили в изолятор и выясняются все обстоятельства Еще один случай в Туркестанской области По городу рассекал водитель рейндж-ровер без справ и пристегнутого ремня Его остановили сотрудники полиции И составили административный протокол по факту управления автомобилем без документов и права на вождение Машину отправили на штрафстоянку Полиция напоминает, правила дорожного движения не просто формальность Управлять транспортом без справ опасно и влечет серьезные последствия В Алматы задержали хулигана, угрожавшего водителю автобуса ножом Инцидент обнаружили благодаря мониторингу соцсетей На записи очевидцев видно, как мужчина сначала пинает двери автобуса А затем размахивает предметом, похожим на нож, угрожая водителю Все случилось на конечной остановке рано утром Благодаря городским камерам видеонаблюдения Личность злоумышленника установили оперативно Теперь он находится в изоляторе временного содержания На этом у меня все, берегите себя и не нарушайте закон До свидания